5 декабря на военных аэродромах Дягилева в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области прогремели взрывы. Погибли трое военных, повреждены два самолёта. Уже на следующий день ситуация повторилась в районе аэродрома в Курской области. В результате загорелся нефтенакопитель. Министерство обороны России сразу обвинило в этом Украину. В Киеве эти происшествия официально не прокомментировали. А в Пентагоне заявили, США не мешают Украине развивать свой ударный потенциал большой дальности. «Работают ли США над тем, чтобы помешать Украине развить свой собственный потенциал дальнего удара? Краткий ответ – нет. Мы абсолютно этого не делаем. Как вы видели, мы потратили более 19 миллиардов долларов на обеспечение безопасности Украины. Кроме того, мы регулярно привлекаем союзников и партнёров, чтобы они также оказывали помощь, а также помощь в обеспечении безопасности». В то же время в США заявили, они не поощряли ударов на территории России и не представляли украинской стороне возможности для их нанесения. Всё вооружение и боеприпасы, которые Соединённые Штаты уже передали Украине, направлено исключительно на оборону. «Мы не снабжали Украину оружием, которое она должна использовать внутри России. Мы очень ясно дали понять, что это оборонительные поставки. Мы не призываем Украину наносить удары за её пределами. Всё, что мы делаем, всё, что делает мир для поддержки Украины, направлено на поддержку независимости Украины, её суверенитета, её территориальной целостности». США пока воздерживаются от поставок украинским силам Атакмс, тактических баллистических ракет класса «Земля-Земля», дальностью применения до 300 километров. Но недавно передали Украине два ракетных комплекса «Насамс» и боеприпасы. К ним они показали свою эффективность во время очередной ракетной атаки 5 декабря. «Отработали и Аэрис-Ти, и Несамс. Сбили все воздушные цели, по которым они целились. То есть, стопроцентный результат. И мы должны понимать, что другого пути нет, кроме как переходить на этот новый тип вооружения». Пентагон заключил контракт на закупку систем ПВО «Насамс» для Украины на сумму 1 миллиард 200 миллионов долларов. На них должны приобрести шесть зенитно-ракетных систем «Насамс». «Мы не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары внутри России. Но важно понять, что украинцы переживают каждый день в условиях продолжающейся российской агрессии против их страны. И наша решимость убедиться, что они имеют в своих руках, наряду со многими другими партнёрами, по всему миру, оборудование, которое им нужно, чтобы защитить себя, защитить свою территорию, защитить свою свободу». США заявляют, будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется на восстановление суверенитета страны, независимости и территориальной целостности. Сенат Конгресса США уже согласовал оборонный бюджет страны на 2023 год. Он составит 847 миллиардов 300 миллионов долларов, 800 миллионов из которых предусмотрены на военную помощь Украине.